Здравствуйте, дорогие мои товарищи, друзья, подписчики. Сегодня я вам хочу показать, что я купила в магазине. Вот такой вот я купила, ребята, печень по-домашнему. Пришла домой и обалдела. Вот это у меня кусок, первый кусок я уже развернула. Пошла-пошла в магазин, купила еще один. Вот печень по-домашнему. Вот здесь состав. Видно, да? Вот печень слоеная, по-домашнему вареная, в упаковке охлажденная. Продукт из мяса, субпродукта. Ну, печень субпродукт. Так, печень слоеная. В состав входит печень и свиная шкура. Так вот, ребят, сейчас я вам покажу. Сейчас я разверну вот такой продукт. Вот он. Пришла домой, хотела разрезать. Он такой вот, видите, тверденький. Тверденький. Думаю, почему же он такой тверденький. Ну, почитала состав. Там печень, шкура свиная. И специи. Думаю, на шкуру добавили, наверное, тверденький. Развернула, ребята, упала в уморок. Сейчас покажу, почему. Вот, смотрите. Сейчас я вот при вас это разворачиваю, эту упаковку. И что я достаю, ребят? Вы посмотрите. Вот это вот, это все свиная шкура. Это как торт Наполеон. Видите? Коржи и прослойка непонятно чего. Ну, ладно, шкура была бы тоненькая. Ребят, сейчас я вам покажу. Ну, вы посмотрите, что это такое. Вы посмотрите, какой толщины эта шкура. Смотрите, что это такое. Это от старых свиноматок такой шкуры нету. Ну, сейчас я вот сюда вот, смотрите. Вот это вот чуть-чуть печеночки. Смотрите. О, смотрите, сколько печеночки. Это я еще только-только начала вот этот кусочек. Все равно это я выкину, потому что это уже никуда не пригодно. Что я с этих шкур буду делать? Смотрите, это вот столечко вот печеночки. Это вот столечко, вот такая толщина этой шкуры. Как это можно есть, вы мне скажите. Шкура, вот, как жвачка, вот. Смотрите, как она растягивается. О! О! Разве можно такое есть? Скажите мне, пожалуйста. И так же вот этот весь кусок. Вот, чуть-чуть. Видите? Сейчас я вам покажу, сколько я вытащу отсюда печенки. Да, и что это? Печенка или нет? Ну, пахнет печенкой. Ну, что это такое? И стоит, ребята, вот это вот. 300, 290 рублей килограмм. Я что, шкуру вот такую покупаю? Смотрите, сколько печенки и сколько этой шкуры. На продукте написано, печить по-деревенски. Но, разве в деревнях делают такое, такой толщины? Ты идешь на рынок сало, покупаешь, разве ты покупаешь с таких шкур? Ну, это же просто, ребята, ужас. Как такое есть? Как? Куда это девать? На бутерброд до меня выгонят? Вон, смотрите. О! О! Пахнет. Вот так. В кусочке 330 грамм. Во! И так, и так весь кусок. Разве можно это? Куда я это дену? Я не знаю. Бутерброды, что ли? Смотрите, сколько печени. Вот она. И сколько шкуры. Смотрите. И это называется печень по-деревенски. Шкуры больше, чем самой печени. Разве можно такое есть, а? Куда смотрят? По 300 рублей я шкуру буду покупать. О! Слоеный пирог. Вот, смотрите, какой толщины. Вот. Так же, вон. Это просто ужас. Ладно, колбасу, которую купишь, там подешевле. Куда ты ее пережаришь, куда ты сделаешь. Ну, а это куда? Короче, 325 грамм вышло. Кусочек в вакуумной упаковке. Ну, вот и посмотрите. Вот она. Печень. Вот она из этого кусочка, ребята. Вот она, шкура. Вот такой толщины. Вот такой толщины шкура. 5 миллиметров это точно. 5 миллиметров это точно. И что? И как это кушать, скажите мне, пожалуйста. Вот такое я купила в магазине. Посмотрите. От нервов аж руки трясутся. Ну, все, ребята. На этом показала я вот это говно, которое я купила для меня. Это так называется. 300 рублей килограмм, 290 рублей килограмм. И что? Шкуры толщиной 5 миллиметров. Вот такое, ребята. Ну, может, кому-то это нравится, но мне это не нравится. Это печенка. Только еще неизвестно, какая это печенка. Все, ребята. Пока-пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok